здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас вот такой вот прекрасный узорчик я его пыталась повторить из вот этой вот папа вот этой вот модели брюнелла кучинели конечно под микроскопом рассматривала и вот что у меня получилось не точно он ну хотя бы я немного приблизилась кстати смотрите что хочу сразу же вам показать показывать я буду и поворотными рядами и и в круговую и вот смотрите вот это поворотные ряды здесь он выглядит красивее на мой взгляд вот это протяжка больше а здесь круговое вязание протяжка меньше почему так получается ну в общем вот вот такое вот отличие между круговыми рядами она потом вроде бы как в эту чуть-чуть выравнивается но все равно все равно отличие есть я сразу предупреждаю что если вы рассчитываете вязать какую-то вещь что вот допустим вот эту на которую будет мастер-класс то я вам изначально посоветую казать что-то выбрать одну не комбинировать эти два способа вот так вот вам скажу ну а мы приступаем хорошенький узорчик такой необычный не заезженный хороший все девчонки мы приступаем и так узор в круговую в любом случае число петель должно быть кратно 4 вяжите ли вы эту модель либо любую другую перепроверяйте число петель кратно 4 так после резинки смотрите у меня здесь два ряда лицевыми я провязала и вот первый ряд узора то есть эти два ряда я не считаю первый ряд узора две петли вместе с уклоном вправо то есть спицу я ввожу слева направо делаю двойной накид 1 2 здесь две петли поворачиваю и 2 вместе с уклоном влево вот он раппорт 4 петли 2 вместе 2 вместе двойной накид между ними и далее продолжаем 2 вправо двойной накид поворачиваем петли 2 влево 2 вместе с уклоном влево сократила справа двойной накид влево вот весь раппорт из 4 петель то здесь у нас 2 вместе с встречаются и между ними двойной накид то есть вместе с уклоном влево 2 вместе с уклоном вправо двойной накид и так по кругу таки в конце ряда вот смотрите заканчивается ряд здесь 2 вместе 2 вместе двойной накид и здесь 2 вместе с уклоном влево а здесь у нас было 2 вместе с уклоном вправо то есть вот здесь сходится в наш раппорт видите вот он 2 лицевые 1 изнаночная и 1 лицевая вот он раппорт 2 лицевые и изнаночная лицевая если простым языком то мы все вяжем лицевыми кроме 2 накида лицевая 1 накид лицевая 2 накид изнаночная и далее все лицевые лицевая 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 1 накид 2 накид изнаночная Три лицевые, одна изнаночная. То есть раппорт состоит вот так вот. Две лицевые, изнаночная, лицевая. Но по финалу, по итогу, если мы в середине вязания, то это три лицевые и одна изнаночная. Всегда помним, что изнаночная – это второй накид. Лицевая, лицевая, лицевая и второй накид изнаночная и так весь круг так конец 2 ряда 1 изнаночная 1 лицевая так третий ряд девчонки значит здесь мы провязываем 3 лицевые в начале ряда это не аэропорт ничего просто вначале 3 лицевые мы там будет корректировать делать эту протяжку теперь смотрите берем третью петлю и одеваем ее на первую и вторую есть провязываем эти две петли лицевыми далее вот здесь вот смотрите ниточку поднимаем из нее делаем лицевую петлю то есть ту которую мы убрали мы здесь восстановили далее лицевая снова 3 надеваем на две первые провязываем восстанавливаем тут кстати невозможно нарисовать рапорт и обозначить потому что одна петля берется из предыдущего раппорта и здесь вот в конце тоже отсюда берется петля поэтому я здесь вам не озвучиваю где начало и конец ряда просто начали 3 петли лицевыми и далее вы делаете все время вот эту манипуляцию и между этими как бы манипуляциями у нас одна лицевая и далее мы вот это вот делаем третью петлю одеваем на первую вторую провязываем эти две и добавляем эту петлю из протяжки все раппорт вот он еще раз раппорт лицевая третью петлю одеваем на 2 1 2 3 одета провязываем добавляем все то здесь у нас вот они 4 петли эту мы просто провязали лицевой эти провязали четвертую одели и 4 уже вытянули отсюда вот они 4 петли раппорта еще раз давать давайте проверим лицевая раз два три третью одеваем на первые две эти две провязываем и эту третью по факту она четвертая в раппорте но третья из этой тройки мы достаем и провязываем и так целый ряд так и конец среда вот здесь вот интересном смотрите последний раз потом у нас две петли остается мы делаем вот этот переброс добавлением одной петли и вот здесь вот девчонки эта петля у нас естественно лицевая а вот здесь вот у нас нам нужно сделать эту протяжку я петлю переснимаю которая последняя осталась снимаю маркер и одеваю теперь я делаю эту манипуляцию с перебрасыванием одну петлю провязываем и одеваем маркер это та петля которую мы сняли и теперь мы ее вернули на место здесь я провязываю и здесь же добавляю петлю далее это получается что я довязала этот круг но он у меня сместился на передние петли так вот так вот в круговую далее четвертый ряд лицевые петли и теперь этот ряд мы как бы он у нас начался отсюда но мы его я вяжем до маркера а с первой петли после маркера уже начинаем первый ряд вот так вот это вяжется и так узор у нас поворотными рядами сначала значит поворотными рядами что мы делаем девчонки здесь у меня просто круговое вязание чтобы показать но первые два ряда мы вяжем здесь лицевыми петлями а при поворотном вязание или один ряд лицевыми один ряд изнаночными петлями так здесь у меня еще есть такая планочка но я от нее перей перейду к вязанию значит число петель должно быть всегда красно 4 и так узор вот после кромочной вы две петли поворачиваете и вяжите две петли вместе лицевой с уклоном вправо далее двойной накид 1 2 2 петли вместе лицевой с уклоном влево вот он наш раппорт 4 петли и продолжаем 2 петли вместе с уклоном вправо двойной накид 2 петли вместе с уклоном влево второй раппорт видите и вот так вот он нарисовывается в узор и продолжаем до конца ряда в конце ряда это все заканчивается 2 двойной накид и 2 вместе по концу раппорта далее у меня идет моя обтачка на которую вы не обращаете внимание второй изнаночный ряд 1 изнаночная 1 лицевая 2 изнаночные вот раппорт 4 петли изнаночная лицевая 2 изнаночные еще раз изнаночная лицевая 2 изнаночные и так до конца ряда третий ряд 3 лицевые и теперь у нас получается что мы узор воруем с предыдущего со следующего раппорта то есть мы задействует как бы между между рапортное состояние у нас здесь то есть третью петлю я одеваю на первую вторую провязываю 2 лицевой найти и вот отсюда вытаскиваю третью петлю значит у нас ряд начинается 3 лицевые далее они не по не повторяются далее далее идет вот это вот манипуляция из 3 петель и 1 лицевая будем здесь раппортом считать вот эти вот 4 петли то есть вот первые три я перебрасываю провязываем 2 лицевые 1 вытаскивать то есть я компенсирует ту которую я перебросила и 1 лицевая вот он и будет раппорт то есть вот эти вот их видно эти две лицевые на них нужно одеть третью раз два треть вытаскиваем и лицевая и так продолжаем до конца ряда в конце ряда что мы делаем у нас получается 2 лицевые петли в конце видите переброс не одна петля а 2 лицевые это наш третий ряд так и 4 ряд изнаночные все изнаночные петли вот и 4 ряда 4 петли вниз узор